МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любительская карьера Юрия Рабачакова в целом была успешной. В 1989 году он был непобедим и выиграл все главные турниры, в которых принимал участие – Чемпионат Союза, Европы и мира. До Олимпийских игр оставалось долгих три года. Ситуация в стране стремительно накалялась. В конце 1989 года группа советских боксеров, и в их числе Юрий Рабачаков, заключает первый в истории отечественного бокса профессиональный контракт за пределами страны. Юрий Рабачаков. Родился 22 октября 1966 года. Заслуженный мастер спорта СССР. Чемпион Советского Союза, чемпион Европы, чемпион мира. Десятикратный чемпион мира среди профессионалов. Выступал в весе мухи. Десять раз защитить звание чемпиона мира только вызывает уважение. Удивительное чувство возникает, когда окидываешь взглядом долгую боксерскую карьеру Юрия Рабачакова. Кажется, что в пути этого бойца не было никаких изгибов, пауз и отклонений от раз и навсегда выбранного курса. Прямая линия от точки А к точке Б. Прямой путь воина. Рабачаков – это вообще феномен. Будучи весит 51 килограмм, он валял людей такими нокаутами, как и Майк Тайсон. Ну, Юрий навсегда стал легендой. Он в истории бокса навсегда российского, нашего бокса, он всегда как один из первых. Родился Юрий в Горной Шории, в поселке Усть-Кизесе, Кемеровской области. Как и большинство представителей коренных малочисленных народов Сибири, детские годы будущая звезда ринга провела в школе-интернате. Здесь его пути пересеклись с замечательным тренером и педагогом Юрием Семеновичем Айларовым. На первых порах Арбачаков ничем не выделялся на пестром фоне своих сверстников. Но опытный тренер сразу же обратил внимание на такие редкие для мальчишевского возраста качества своего ученика, как трудолюбие, сосредоточенность, внутренняя дисциплина и самоотверженность. Именно те качества, которые при наличии определенных способностей являются главными ингредиентами чемпионского характера. Кстати, Арбачак в переводе с Шорского значит «маленькая тележка». Я ничем не выделялся среди ребят. Но, наверное, прошло какое-то время, и где-то счет из меня начало что-то получаться. Где-то я, может, физически превосходил немножко ребят своих. Может, мне лучшие физические данные были именно для вида спорта, как боксы. Поэтому со временем, когда, ну, может быть, полгода прошло, и стало меньше и меньше уже ребят сходить, то есть круг сужился уже, и стали уже выделяться так уже особые ребята, у которых есть задатки именно к этому виду спорта. И вот так, наверное, у меня и проявились такие данные боксерские. Очень скоро Юрий Арбачаков становится звездой областного масштаба и входит в число подающих надежды мухачей. После призыва на срочную службу Арбачаков начинает тренироваться у Владимира Петровича Курегешева. И уже под его руководством в 18 лет выигрывает чемпионат Советского Союза среди юношей в категории до 48 килограммов. Я выиграл за счет скорости, потому что, действительно, у меня были очень хорошие скоростные данные. Я двигался хорошо, у меня резкие удары были. Я вот за счет вот этих качеств выиграл. Тогда же его включают в расширенный состав сборной СССР по боксу. Многие были уверены, что именно Юрий Арбачаков должен был поехать на Олимпийские игры 1988 года в Сеуле. Но олимпийские титулы и медали так и остались его единственной несбывшейся боксерской мечтой. Когда я стал призером Советского Союза, потом, конечно, меня пригласили в состав сборной страны. Первое было ощущение, конечно, это когда мы пришли на экипировку. То есть, когда экипировали, тогда уже было такое ощущение, что вот сейчас вот форум получит, тут будет СССР написано. Ну, как вот, сейчас я полноценный член сборной страны. Это такой душевный подъем, конечно. В сборной, когда мы тренировались, мы, конечно, тогда не думали, что вот Юра, скажем, такой простой и скромный паренек, будет такой суперзвездой. Как я попал только в сборную, у меня результаты действительно пошли, ну, быстро пошли. Потому что в этот же год я поехал в Густин-на-Лабе и выиграл нокаут чемпиона мира Педро Торреса. В его технике, да, я подчеркнул то, как он работает, да, то есть, насколько он дозирует удары, насколько он знает, где и когда ударить жестко. Кардово-карадин, да, я там занял третье место. У меня был тяжелый болт, полуфиналь, я два раза был в нокдауне, приехал у меня со сломанным носом уже все. Но, тем не менее, зарекомендовал себя неплохо и, ну, был, как говорится, рассматриваем на Олимпийские игры даже в этом году. Ну, так как у меня уже не было, то есть, в основании, хотя могли бы взять, но в основании, то есть, не было так резонного. Проиграл Советский Союз, чемпионат Союза и тому подобное. Я не попал в основной состав. Юра не был, как бы, лидером в нашей сборной и в 89-м году ему удалось практически невозможно. Он в один год стал и чемпионом Советского Союза, чемпионом Европы и чемпионом мира. То есть, это, как бы, такой феноменальный результат. Следующий 1989 год стал вершиной любительской карьеры Юрия Арбачакова. Он убедительно посрамил интриганов и скептиков и последовательно выиграл все, что только можно было выиграть. Чемпионат страны, чемпионат Европы и, наконец, чемпионат мира в Москве. Кстати, Московский чемпионат мира стал первым официальным международным турниром за почти два десятилетия, в котором нашей боксерской дружине, наконец, удалось победить кубинцев в неофициальном командном зачете в очном противостоянии. В той команде действительно были собраны выдающиеся боксеры. Сборная СССР выиграла пять золотых медалей. И по сей день это лучший результат за все время участия нашей команды на чемпионатах мира. Кроме Арбачакова, чемпионами мира стали Айрат Хаматов, Игорь Ружников, Исраэл Акопхакян, Андрей Курнявка. А ведь в той сборной был еще и будущий абсолютный чемпион мира среди профессионалов Константин Дзю. Ну, у нас был состав очень сильный к этому времени уже. У нас все, с кем мы боксировали, все были практически или пять, или шесть чемпионов Европы уже были, которые прошли закалку очень сильную перед чемпионатом мира. Прошли Европу, Союз и турниры очень сильнейшие прошли. То есть подготовка и сама подготовка к чемпионату мира прошла очень, ну, успешно для всех. Вообще удивительно, что в один год выиграть такое количество соревнований такого уровня, как чемпионат мира, чемпионат Европы и чемпионат СССР в один год, это настолько, я не представляю, честно говоря, для себя как-то. Все было замечательно, все оставалось только нам самим выйти на ринг, было все подготовлено, только выйти на ринг и нормально отбоксировать. Тренеры, безусловно, рассчитывали на Юрия Арбачакова в следующем олимпийском цикле. Но до следующих игр было долгих три года. В 1989 году в Советском Союзе был официально разрешен профессиональный бокс. Арбачаков решил не испытывать судьбу и ковать железо, пока оно еще горячо. Уйти в профессионала в звании еще действующего чемпиона мира. Через два года примеру Арбачакова последует и Константин Зю, победивший на чемпионате мира за год до игр в Барселоне и решивший пожертвовать олимпийской надеждой ради профессиональной карьеры. В Японии в моем весе как раз мой вес был самый популярный, потому что все чемпионы мира были в моем весе практически. И вот они, ну, когда, ну, все-таки чемпион мира, их, конечно, очень заинтересовало просто, так как есть возможность практически сделать, ну, иностранца чемпионом мира. Но они видели у меня, что из меня можно сделать так. Потому что потом уже менеджер сказал, говорит, я как увидел, сразу понял, что будет чемпионом мира. В конце 1989 года группа советских боксеров по линии госкомспорта заключает первый профессиональный контракт с зарубежной организацией японским боксерским клубом Киоэй Боксинг. По приезду в Токио, конечно, было очень, ну, неожиданно, потому что все это... В Европе-то мы бывали, ну, практически имели в виду, что это, в принципе, как может выглядеть. А по приезду практически как-то все это... Все необычно. Как говорится, запомним их имена. Они были первыми. Олимпийский чемпион Вячеслав Яновский, чемпион Европы Арзубек Назаров, неоднократный абсолютный чемпион Советского Союза Вячеслав Яковлев и чемпион мира Юрий Арбачаков. По настойчивым просьбам ребят, тренером новоиспеченных профи стал известный питерский специалист Александр Зимин. Как показало дальнейшее, это была большая удача для нашей микрокоманды. Я открою секрет. Юра таким чемпионом феноменальным стал только благодаря Зимину Александру Васильевичу. Потом приехали к нам еще ребята. То есть Руслан Тарамов, Сибиев приехали. Ну, они же по другой линии приехали. Арсалиев, Усман приехали. Они тоже мне очень успешно выступали. Были у них хорошие все данные. В принципе, у нас звездная сборная была. Все были регалии у всех были хоть куда. И когда японцы, они же не признают чужих авторитетов, начали, скажем так, высылать на родину Зимина, то есть хотели его вернуть обратно, то все наши бойцы тогда, скажем так, устроили забастовку и сказали, ну, то есть это такой ультиматум выдвинули. Если вы Зимина отправите на родину, мы все уедем. Пришелец из-за железного занавеса долгое время вызывал настороженные чувства у японской публики. Однажды Арбачакова поставили в андеркарт поединка голливудской мегазвезды Микки Рурка. Красиво завершив свой бой и затмив американского супергероя, Арбачаков мгновенно стал кумиром японских болельщиков. Чтобы как-то популяризировать, то есть я был немного, чтобы стал более популярным, они пригласили американского актера Микки Рокки. То есть знаменитый человек, ну, тогда к тому времени тоже боксировал, то есть провел там 7-8 боев каких-то там. И вот они его пригласили, чтобы зал заполнить, чтобы на этом можно было как-то популяризироваться так. Ну, бой провел так, хорошо провел бой, но немного так, как бы сказать, как бы наигранный, что ли, так. Поэтому после того, как я выиграл бой нокаутом, вся публика переключилась уже на меня. Многие не верили, что советским боксерам-любителям удастся проявить себя на профессиональном ринге и составить реальную конкуренцию зарубежным профессиональным бойцам. Не хватит дыхалки, мощи, силы удара. Однако Юрий Арбачаков начал свою карьеру, что называется, с места в карьер. Уже в 1991 году он завоевал свой первый титул среди профи, стал чемпионом Японии. Надо сказать, что судьбы наших первопроходцев на профессиональном ринге сложились по-разному. Но двое ровесников, Юрий Арбачаков и Аржебек Назаров, стали настоящими суперзвездами профессионального бокса. Первыми чемпионами мира среди профессионалов своих стран, России и Киргизии. После этого незаметно стихли все разговоры о перспективах боксеров с пространства бывшего СССР. Ну, тяжи там не, скажем, там не заигрались по той простой причине, что они были слишком дорогие для японцев. Японцы им постоянно выписывали из Америки спарринг-партнеров, и они им дорого обходились, и, ну, как бы они отказались от этой идеи. И все тяжи вернулись потом на родину. А вот Яновский, Арбачаков Юра и Аржебек Назаров, они, скажем, там остались и тоже достаточно хорошо поднимались по рейтингу. Я стал дышать 12 раундов. То есть мы в любителей боксировали, выкладывались 3 раунда, ну, и не дышали. А здесь уже боксировали 12 раундов, и еще остается сил на ногах стоять. То есть у нас скачок очень такой пошел наверх. Причем у них не было проходных боев, как, например, ведут местных товарищей, скажем так, а у них сразу были жесткие и сильные соперники. Первые же бои Юрия Арбачакова показали. Это боец чемпионского уровня. Он сам сформулировал боевой девиз, которому старался быть верен всю свою боксерскую карьеру. Нет такого супергероя, до которого никто не смог бы дотянуться рукой. Арбачаков относился к очень редкой категории универсальных бойцов. В его подготовке не было очевидных слабостей. Основу его стиля составляла блестящая техника и скорость мысли, тактическая изобретательность, плавнокровие и упорство, способность переиграть противника, беспощадно наказать его в наиболее уязвимых местах. Те, кто видел Юрия Арбачакова на любительском и профессиональном ринге, удивлялся его боксерскому преображению. Теперь это был почти безупречный боец, виртуоз ринга, способный преподнести лакомое зрелище самым взыскательным боксерским гурманам. А если надо, удовлетворить и любителей мяса с кровью, в бескомпромиссном стиле кость в кость. Именно поэтому большинство из противников технаря Арбачакова так и не смогли завершить бои с ним на своих ногах. Если вы посмотрите мой первый бой, когда я буду боксер за звание чемпиона, я еще немного так, у меня было еще немного любительское такое, обыграть так, то есть на скорость, ну и было, ну присутствовало там немного силы удара, конечно же. Ну и после этого боя я уже понял, что где мне что-то не хватает. Допустим, стою вблизи, у меня нет сил бить там, поэтому я отталкиваюсь, ухожу на дистанцию, тогда я чувствую себя более комфортно, то есть я неуязвим там, у меня трудно попасть, потому что я хорошо двигался, все передвигался, я хорошо видел противника. День 23 июня 1992 года золотыми буквами вписан в историю российского бокса. В восьмом раунде боя за звание чемпиона мира среди профессионалов в налегчайшем весе Юрий Арбачаков нокаутировал действующего чемпиона мира тайца Муангчая Китикасема и первым среди российских боксеров примерил профессиональный чемпионский пояс. Самый важный бой это был за звание чемпиона мира, когда я боксировал. Я выиграл нокаутом и второй бой, и второй бой, я могу сказать тоже, но матч-реванш у меня был тоже с этим же чемпионом, но только уже в Бангкоке. Тоже там, ну, нервотрепкой, там все эти дела. Ну, и третий, третий, наверное, это когда я боксировал, наверное, с американцем Исао Самурио. Хороший, маневренный боксер, тоже такой неудобный. Там мне было очень тяжеловато, очень тяжело мне было с ним. Неудобный, юркий, не попасть. все-таки как-то собрался немного, сконцентрировался, все-таки довел бой до конца. Юрий Арбачаков взошел на боксерский трон всерьез и надолго. Больше пяти лет, с 1992 по 1997 год, он удерживал почетный титул. Девять раз отстаивал его в боях с самыми опасными бойцами разных концов света. Японцами, корейцами, тайцами, мексиканцами и аргентинцами. У него практически не было проходных боев. Все, чего он достиг, далось потом и кровью. В самом буквальном смысле этого слова. Несмотря на то, что половину своих защит он завершил досрочно. Второй корейский был такой же боевик, тоже маха. Но мы с ним дрались от 12 раундов полностью. Никакой техники, ничего. Просто вот так лоб в лоб сходились и мотили друг друга. Кто кого перебьет, перешибет. В середине 90-х годов прошлого века Юрий Арбачаков был одной из самых ярких суперзвезд профессионального ринга. К сожалению, как это нередко бывает, в основном за пределами своей родины. Особенно грандиозной популярностью Юрий пользовался в Японии. К тому же, многие японцы были убеждены, что он их чистокровный соотечественник. Жизнь шла только обычным чередом. Я даже став чемпионом, жизнь, в принципе, не изменилась. Она так и осталась. Здесь все популярность, у меня выросло все. К нам приехал Юра с Зимином. Юра Арбачаков и Зимин. Они, скажем, там тренировались, тоже готовились к бою. И японцы узнали, что в гостинице живет Юра Арбачаков. Выстрелились там человек 150-х за автографом Юры. То есть Юра был такой популярный в Японии, хотя японцы, я знаю, что они такие националисты. Это немного как-то задергивало. Обычно после тренировки когда едешь на метро или что, когда ты уставший весь, конечно, тут уже кто-то начинает дергаться. Я уже как-то им говорил один раз, чтобы поменяли квартиру, чтобы поближе. Потому что все-таки далеко ездить, все-таки мне уходило полтора часа на тренировку добираться. Пока доедешь, пока туда-сюда и еще и фана начинает дергать еще. Каждый боксер знает, время это тот неумолимый соперник, который рано или поздно побьет любого бойца. В 1996 году во время очередной успешной защиты своего титула Юрий Арбачаков получил сложный перелом руки. Восстановление проходило долго и мучительно. А время играло уже не на стороне чемпиона. Да и жестокие войны, проведенные в квадрате ринга, не прошли бесследно. Все чаще закрадывалась расслабляющая мысль о завершении карьеры. Но, как правило, чтобы такое решение пришло, необходим внешний толчок. 12 ноября 1997 года Юрий Арбачаков проиграл по очкам свой первый и последний бой на профессиональном ринге тайцу Чадшая Сасакулу, у которого уже выигрывал два года назад. После этого он принимает твердое решение завершить карьеру. Тем более, что 32 года возраст в этой весовой категории более чем почтенный. Любой профессиональный боксер не просто отдается еще работе, а естественно вокруг него существуют вот эти интриги менеджера, промотора, и от них просто устаешь очень сильно. Но вот тема феноменальная победа Юры Арбачакова, то, что он выдержал это все и держал этот пояс. В бою с японским боксером поломал руку и год не боксировал я. И уже потом я уже подумал, что так как рука у меня сломана и дальше уже продолжать боксировать в принципе ну нет смысла уже. Я вот провел последний бой с тайландцем. я до этого у него выигрывал уже. Хороший спортсмен, боксер очень сильный, талантливый. Чай-чай сосокол. И вот он опять вышел на меня-то. То есть он был еще в рейтинге на высоком. Вот последний бой я с ним провел и я закончил практически с боксом. У меня в принципе я потом желания в принципе и не было даже потом возвращаться. он без большого сожаления расстался. Он вообще закончил профессиональный бокс очень банально. Он сказал себе я устал. Юрий Арбачаков был настоящим воином. Подлинным самураем в ринге. Наверное поэтому так и любила его японская публика. Он отдал боксу все без остатка. Добился всех поставленных целей и честно прошел свой славный путь. К сожалению большинство великих чемпионов прошлого не сразу понимают что их время безвозвратно ушло. И тогда происходит самое страшное. Чемпионы превращаются в жалкую карикатуру на самих себя. Достаточно вспомнить печальное зрелище последние бои великого Роя Джонса. Арбачаков же и в этом случае продемонстрировал свой интеллект и чувство собственного достоинства. Он ушел вовремя и ничем не запятнал свое чемпионское имя. Япония стала его второй родиной. Здесь он прожил более 12 лет. Здесь нашел свою любовь. Здесь заслужил любовь десятков тысяч фанатов. и все таки вернулся на родину. Уже несколько лет Юрий Арбачаков вместе с женой живет в Санкт-Петербурге. Судит бои профессиональных боксеров и мечтает открыть свой боксерский клуб, чтобы обязательно вырастить нового десятикратного чемпиона мира среди профессионалов. Бойца, идущего только прямым путем. Я сделал чересчур, наверное, перестарался что-то немного. Надо было, наверное, где-нибудь пораньше уходить. Поэтому то, что сделать, но это я скажу, что я не огорчен. Юрий Арбачаков вне всяких сомнений был суперзвездой мирового профессионального бокса. Одним из самых ярких бойцов девяностых. Однако его известность на исторической родине оставляет желать большего. Как говорится, нет пророка в своем отечестве. Но как бы там ни было, место Юрия Арбачакова в истории советского российского бокса незыблемо. Он был первым. Первым российским чемпионом мира среди профессионалов. «Открылся» «Открылся» Субтитры создавал DimaTorzok